собственно продолжим отлично звук уже лучше и картинка должна быть в принципе лучше после обновления подытожим по экономическому календарю основные события которые будут на следующей неделе в среду вторник и четверг в общем то кредитно-денежная политика по ецбф кредитно-денежная политика помка минус это будет в среду вечером и у нас получается на следующей неделе еще вторник сейчас проверю события в стране да там тоже будет решение и выступление драги в понедельник 17.00 обязательно поставьте напоминание вот по моментам драга в понедельник 17.00 потом 3.30 ну это протокол застояния по кредитно-денежной политике австралии потом среда выступление елен тоже немаловажный момент и вечером публикация протоколов фонс запасы сырой нефти 18.30 и 16.30 запасы вернее базовые заказы на товары длительного пользования а вот четверг уже будет день много дарения в рынке по штатам закрыты и в ввп германии также четверг потом третий квартал ввп британия отчитывается 12.30 и 15.30 вот здесь крайне важно ну в принципе по германии ввп и по британии и еще плюс довесок публикация протокола заседания ецб по монетарной политике в общем важный фактор так 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 и в пятницу черная пятница в сша там просто будет я думаю невероятный праздник ранее закрытие в 13.00 так что вот это учитывайте и в четверг-пятницу в принципе можно даже не торговать кто по сша торгует и среду очень аккуратно потому что будет фомка выступление елен и достаточно такой плотный по отчетам будет день так значит если добавить по событиям которые предстоят ближайшее время хотел бы отметить что такое достаточно концентрированном период времени будет отчитываться три крупных банка в один день по процентной ставке это будет 14 декабря как раз то совпадает с завершением многих вычисленных контрактов примерно большинство вот те которые семьи идут также там будет чуть попозже ртс закрываться 21 но в общем 14 числа желательно уже перейти на новый контракт мартовский и если открывать позиции то есть потенциально может быть стартовая точка для затяжного тренда потому что сейчас вам скажу точно отчитываются 13 числа 13 декабря америка по процентной ставке потом 14 числа децибен также 14 числа британия по просто заставки отчитываются и 14 числа швейцария еще довесок отчитается по процентной ставки 15 декабря в российской федерации решение по процентной ставки то есть чувствуете да практически три дня одни процентной ставки будет то есть в один в одну неделю сразу большинство крупных банков отчитывается по процентным ставкам если будет ряд изменений особо даже хотя бы просто на небольшое изменение процентной ставки и cb сша и британии то это может дать хороший такой импульс для затяжной динамики в общем это учтите и в желательно в это время уже открывать позиции на новом мартовском контракте так как все равно декабрьский уже заканчивается в этот период так что поразмыслите над этой стратегии идеи в общем это будет в 14 декабря и как раз конец контракта теперь приступим начнем с индекс ртс подскажите сейчас трансляция нормально идет слышно хорошо нет есть какие-то погрешности все хорошо да супер ну тогда можем начать сейчас подгрузим клэй аут волсты да еще по по платформе в небольшие в обновления идут и хотел бы их вам озвучить кто пропустил или не заметил значит есть тайма селс для опционов вот буквально сегодня изменения обновления платформе добавлена крипто биржа битмэкс если подытожить по крипто биржам у нас есть такие биржи как где-то bitcoin битфайн x потом битмэкс и битрекс то есть большинство основных таких крипто бирж у нас есть инструментов много и есть очень объемная в один сегодня даже рассмотрим в конце обзора так что чуть-чуть подождите и будет так ну начнем с индекса ртс где там у нас тикеров кто торгует и сын пи присмотритесь вот как будет следующая неделя расторговка идти в больше на рост либо же на снижение стараются они в общем перед черной пятницей тихонько идти на север особо пока вот с 2009 года традицию не нарушали и так индекс ртс и у нас идет такой сильно волатильный шорт на неделе и достаточно ликвидный давайте посмотрим 627 тонн 16 числа было и по 500 тысяч обороты шли с понедельника то есть резкий маневр с 116 с половиной и на сто одиннадцатый слава богу остановились так контракт текущий давайте поставим более точно с 21 сентября вот сейчас мы ядро контракта зафиксируем и пока не да вот наконец-то они выходят за верхнюю границу ядра что в принципе еще дает шансы на сохранение в цены выше 112 13 значит ядро у нас получается 112 450 и 113 400 поддержка пока еще осталось не не изменили ничего пока по уровням поддержки 111 600 112 support причем судя по всему они так два раза уже неплохо удержали данный уровень вот 3 числа там почти 600 тонн был оборот и вот 16 127 толкнули цену пока после такого снижения выше ядра всего контракта и это отлично давайте посмотрим как там по активности да кстати вот по активности очень очень снизилась и количество открытых позиций на пике в возрасте 116 и потихоньку вот три дня по этой неделе были открыты позиции по дельте у нас получается на этой неделе в основном были такие мощные шорты 32 тонны 14 числа 25 тонн от 15 и в четверг и пятница немножко отличились на покупку соответственно соответствующая дельта у нас идет на покупку не большая и скорее всего это частичная фиксация шертов которые были с 13 по 15 число выделим диапазон этих активных шертов и тут прям с точки на 650 можно брать по 114 900 и тут еще один уровень рекомендую зафиксировать это 115 400 по 115 600 уровень сопротивления по поддержке значит так и остается 111 600 112 ядро контракта 114 100 и тут еще такие спекулятивные больше уровни промежуточные до загрузки 114 250 чисто для следующей недели может быть отработка на всякий случай возьмите на заметку так вот у нас сеточка есть по поддержкам тут больше внимания стоит уделить непосредственно размещению 16 числа у максимумов это в районе 112 200 и по 112 500 такие были достаточно активные байер вот и значит потом сегодня у нас получается коридор так вот 112 750 точечный уровень и плотно пошли побеждать до 113 200 113 по 113 200 вот такие у нас коридоры поддержки ну я бы даже взял вот этот уровень ближайший он может в принципе быть рисковый на вход потому что здесь и 7600 всего за сессию получилось ну не так много дельты даже по сравнению с тем уровнем которые были здесь по 30 тонн по 18 всего лишь 7000 соответственно по открытому интересу также здесь вы видите что открывали позиции шестнадцатого пятнадцатого а вот сегодня даже чуть зафиксили относительно четверга то есть не не глобально но фиксация позиций присутствует выходит немножко из этих волатильных шортов и даже оборот упал 400 тонн сегодня осталось пробить если будет еще хотя бы пробитие в виду был и пик как раз вот 113 500 можно зафиксировать по средне взвешенной цене относительно объема и локально вот массив который точно стоит мониторить обратить внимание на гистограмму слева объем конкретно здесь и этот массив зафиксирован и коридор уже непосредственно вот этого массива если будут уже идти вторая вернее даже 3 атака 116 уровня возможно все-таки попробуют пробить но здесь нам нужно чтобы нефть удерживалась в районе 50 долларов и выше за сиель по процентной ставки которая будет как раз 15 декабря озвучена если будет еще снижение процентной ставки это в принципе позитивно скажется на фондовом рынке соответственно ртс достаточно быстро может вернуться на 116 концу данного контракта и давайте заглянем на недельку сейчас посмотрим что там у ртс более точно чисто спекулятивные уровни так концентрация объема ядро недели у нас 112 200 по это опять же подчеркнул уровне непосредственно за эту неделю то есть не всего контракта только активности этой недели для тех кто недавно присоединился к волос лит онлайн и еще пока не все привычно и удобно так опять же видите массив понедельника давайте посмотрим что там по дельте в основном было в этот период 114 700 я про этот уровень говорю 115 пока поставим как сопротивление но в принципе тут как мы видим и 3 600 было только за одну 15 минутку потом в основном лидировали селлеры и 3 200 в завершении уже на вечерке с него же с этого уровня вторник и ушел тоже особо не со стороны байеров тут активность наблюдается поэтому вот байеры были понедельник только утром такой маневр в потом их сразу же 5 700 перекрыли по дельте и по открытому титул сейчас посмотрим да тут позиции набирали поэтому в принципе можно смело брать уровень как сопротивления сейчас смотрим вторник и часть среды вот здесь уже в принципе они немножко успокоились соответственно по дневным кумулятивным дельтам тут три дня были активные активные селлеры открытый интерес растет дельта на шорт собственно вывод напрашивается давайте еще зафиксируем вот этот уровень по ликвидности неплохое 114 250 114 450 здесь непосредственно у нас идет вторник по активности и примерно 16 00 там начали краска мельки вот и диапазончик возьмем сопротивление затем у нас идет ядро 112 112 700 пока вот пятница торгуется выше данного диапазона и просмотрим четверг так как четверг у нас реверсивный и в среду были информации как раз площадка для возможного разворота смотрим по открытому интересу насколько там это да мы были все-таки позиции открыты 16 числа как раз в этой модели на на минимуме четверга так что подходит как реверс берем эту площадку на заметочку и сейчас подальте проверим да были и байеры тоже вот второй как раз половину реверсивного участка тут фигурирует по 4000 по 3 по 5 и 7 по 3 с половиной байеры с ростом открытого интереса так ну в общем тогда зафиксируем здесь поддержку на ближайшее время в принципе тут подходит маркировка так и ставим примерно там 30 так вот в общем уровень поддержки у нас уже зафиксирован тут реверсивный четверг потом также стоит зафиксировать и события пятницы очень очень схожа модель на разворотную модель технического анализа головой и плечи но вот правое плечо так достаточно скудно просматривается то есть коррекции не дали в пятницу возможно это даже хороший знак то есть агрессоры на покупку достаточно жестко работают после четверга и мы это сейчас зафиксируем как еще один уровень поддержки ближайший вот у нас идет примерно по времени это вечерка да вечерка была вот так здесь видно даже по фильтрам фигурируют достаточно часто байеры и отработочку сделали тоже красиво защитили уровень то есть тест тест был можно смело брать на заметку данный диапазон по кумулятивной дельте видите четверг-пятница постепенно вышли на перевес за байерами в общем продолжение в понедельник либо же даже до среды там посмотрим пока вот по открытому интересу очень скудненько поэтому коррекционный момент относительно вот этого массива может быть если будут удерживать хотя бы в районе ядра котировочку это будет очень позитивно насчет восходящей динамики как только уйдут ниже последний блокпост это вот этот уровень поддержки то есть видите здесь не та же и та же на открытие позиции перед выходными соответственно коррекционный момент вполне ожидаемое событие в понедельник ну если вторник будет тестировать данный уровень либо же хотя бы будут удерживать выше этого коридора есть шансы на восстановление динамики 115 116 и так далее то есть по направлению возьмем вот этот еще массив который сформирован конечно за счет вечерней сессии есть но пускай хоть он и второго разряда по значимости но почему бы его не отметить так так я про этот массив позиции открывали то есть прирост по открытым позициям это в принципе годится как раз пятница тут и закрылась так что относительно этого уровня может отреагировать понедельник если понедельник даже и отреагирует на 100 13500 в случае если агрессивно байеры снова встретят котировочку в районе 13450 спекулятивно могут даже попробовать защитить если все таки продавят то уже встречайте их на 111 150 сбербанк теперь у нас фондовый рынок посмотрим как они выйти эту неделю писали вот в разделе вопросы написали по втб система сбер обычка красбер мы сейчас рассматриваем и интерау на следующие обзоры если вам не сложно чуть-чуть заранее предупреждать какие акции лучше рассмотреть и там на почту напишите либо же в фейсбуке в wall street онлайн группа есть там можно озвучить необходимые тикеры вот ну буду учитывать значит из этих которые вы назвали это очень много как бы хотя бы 1-2 нужно выделить втб так понимаю лучшая система сбер мы сейчас рассмотрим и так сбербанк с марта у нас уже 230 и смотрите какой у нас дисбаланс 3 миллиона по дельте 7 числа рекорд просто по дисбалансу объем на этой неделе на этой неделе не успокоился тут порядком 8 миллионов с половиной семьи 200 5 миллионов относительно прошлой неделе конечно не сравниться поэтому динамика немножко успокоилась после такого драйва и по дельте 3 дня из 5 в общем фигурирует байер то есть пока еще не все сказал сберб как видите буквально вот 10 числа миллион 200 на самом пике я думаю и 13 370 тонн со стороны соляров потом идут в основном байеры и буквально сегодня маленькая небольшая дельта скорее всего это фиксация тех кто внутри недели торгуют и давайте посмотрим ближе в общем и на дневке и немножко тоже на 15 минутке заглянем и так вот у нас 3 почти 4 миллиона сегодня вчера была 8 с половиной ликвидность оборот за сессию 15 7 миллионов 4 с половиной и 5 в общем площадка которую прям необходимо выделить и как поддержка и в принципе как достаточно объемный уровень 217 за что мне нравится с бертак это ровные крупные объемы по ровным ровным цифрам прям особо даже не нужно сомневаться прям 218 отлично если все так рынки плясали под ровные цифры так есть у нас уровень мы его отметим поддержка 217 218 можно взять на вооружение так тут отличилась сессия непосредственно 9 числа с хорошей там 11 миллионов оборот был видите тут коридор можно смело до 220 даже брать тут отдельно немножко отметим так как погрешность нужно учитывать значит остальная часть покупок которые были 9 числа она была в коридоре 218 по 220 то есть здесь нужно учесть тот факт что повторно уровень все таки не пустили ниже и возьмем на заметку вот здесь как раз этот процесс был сейчас я выделю еще этот уровень более точно 219 по 220 по 220 219 у нас идет тоже два дня 24 спасали там не пускали и пятницу этот уровень тоже стоит отметить несомненно тут и ликвидность самая топовая за неделю в общем рекомендую значит 224 отличилась тут почти миллион с 10 числа разместили и большая часть из них как раз со стороны байеров особенно эти два дня цена ключевой уровень если сберу ниже 224 там уже можно ждать повторной поддержки у 220 то есть не раньше поставим здесь 14 по 225 уровень так по сопротивлению в принципе здесь все что было в четверг на максимуме 228 отличилась и 10 числа было 229 уровень сейчас вам покажу какие там были объемы особенно 10 числа значит сбер 117 тонн против 62 32 тонны против 11 тут тоже в два раза перевес ну в общем тут заслужено сопротивление 229 и это у нас сессия 13 12 или 12 даже да 12 вот потом обратите внимание на 226 197 тонн зашло и это стоит отметить сейчас ну ближайшее сопротивление то есть если рост будет постоянно заканчиваться на этих уровнях то вы будете знать почему и вот на этой неделе 16 число такие селлеры были не очень а агрессивные по объему значит по байерам у нас 200 штук 200 штук 296 226 уровень вот и 158 225 и 224 350 это со стороны агрессоров по байераму по байераму по байераму 300 тонн 220 точка 7 вот сильный уровень тоже то есть ну неплохо постарались в общем защита пока оправдала свои 10 значит 37 сегодня по дельте у нас идет вот какой диапазон поддержки и сопротивления значит 14 и 15 у нас только 2 дня на этой неделе полностью перекрыли селлеров вот они нулевая дельта за счет волатильности образовалась то есть вот этот маневр который был 16 числа там фигурировала также дельта на шорт и затем восстановили как раз покупками сейчас мы на 15 минутном таймфрейме рассмотрим эту ситуацию вот 220 221 но как раз вот отсюда реверсировали поддержку 14 числа массив ядро дня создали и пока немножко притих перед пробитием 228 в принципе в пятницу вкидывать огромный кэш на пробитие потом гадать как понедельник откроется я думаю что повременить стоит лучше до понедельника чем в пятницу грузить перед выходными портить себе уикенд поэтому достаточно предсказуемо что они во флоте таком простояли целую сессию дельта не агрессивно ну нет не критично в общем нулевая дельта вот у реверсивных сессий с таким маневром волатильностью это достаточно распространенная картина вот видите по волатильности 10 числа здесь миллион 125 тысяч перевес за активностью на по бит и здесь 137 всего лишь это по флетовой 18 тысяч на стороне байеров по волатильности даже это чуть меньше но разница просто огромная итак 15 минутка вот так формировалась сессия здесь как бы по дельте видно что после 14.00 как раз после пром тех клиринга который в 14.00 можно вот смело брать уровни которые мы отметили так давайте на 15 минутном таймфрейме это все более точно сейчас мы зафиксируем значит берем кастомизированный профиль он нам быстренько это все поможет сделать сейчас мы берем по конязням и теперь по итогу у нас получилось более плотный коридор это 221 25 221 и 9 ну грубо говоря можно округлить 221 по 222 тут смело можно брать там дальше еще идет плотность перед маневром наверх потом это коридорный вариант то есть диапазон стоит отметить сейчас мы еще цены отметим отдельно по некоторым ценам были достаточно крупные выбросы это было у нас вчера по второй половине сейчас мы фиксируем во второй половине так это разворот четверга потом еще пару уровней нужно взять обязательно все что после 17 было основная часть здесь сосредоточена вот где я сейчас это все аккуратненько про сканируем так ну вот рекордные такие топовые цены это 223.8 тут 35 ну 34 тысячи значит по объему там оборот был 33 900 и дельта 33 900 на покупку то есть весь объем который зашел ушел непосредственно в направлении севера так 225.5 тоже стоит отметить это скорее всего один и тот же участник тут 34 там 37 кто-то еще в довесок зашел вот то есть интересные уровни я думаю что они пригодятся вам как минимум в понедельник и 226.5 тут правда 27 тысяч но рекордные такие вот за этот период Итого так у нас рост сформировали сформировали по сути здесь массивность с которого они стартанули и потом ступенчатого у них были такие выбросы по разным ценам направлении открытия дня то есть где открылись там и закрылись по сути флет вполне предсказуемая формация сегодня поэтому еще сейчас посмотрим очень красиво массив отработали непосредственно вторника тут по дельте сейчас дейка коммулятивная дельта у нас по дням ну вторник среда отлично в итоге тут и рост в принципе бесспорно а по четвергу как раз отыграли то что мы отметили вот здесь начали уже отыгрывать байеры по пятнице терпимо то есть это не критичная дельта на шорт тем более это перед уикендом и флет соответственно второй массив который стоит отметить это оборот почти в полмиллиона по 220 как раз массивность вторника ну точно стоит отметить уровень поддержки и по 221 тут тоже 400 тонн значит здесь 400 и тут 423 вот одинаковые одинаковые по ликвидности и его как раз и не пустили то есть поддержка была немножко прокололи конечно но с таким маневром я думаю вот таким образом на акциях сбрасывают лишних два дня они паковали покупки значит сейчас мы еще этот уровень поддержки отметим и потом сбрасывают всех так чтобы никто не остался в рынке так ну и нижний уровень поддержки это бесспорно двести шестнадцать с половиной тут как видите поликвенности меньше объема и значимость данного уровня поддержки будет уже не столь высокой но это если сравнивать с средой вторник четверг активностью так давайте плотную часть возьмем это двести семнадцать с половиной можно смело брать этот коридор и сейчас еще пару уровней вернее одна двести восемнадцатая цена большим оборотом по сопротивлению в принципе не ну не стоит упускать столь ликвидную это шестьсот тридцать пять тысяч оборот двести двадцать седьмая начиная с пятнадцатого числа фигурирует в сетке уровней потом идет у нас почти четыреста тонн двести двадцать с половиной вот у этих цен присматривайтесь на предмет возможной активности со стороны селлеров и тут мы поставим даже алертики алерт перед подходом к этим уровнем необходимо поглядывать за активностью и вот верхней границы и так по развороту в четверг тут в принципе мы разобрались двести двадцатый двадцать первое это у нас поддержка которая еще длится с вторника вторник среда ушла четверка нет корректировали сбросили всех лишних сброс топиков снова набрали массив повыше то есть вот плотный коридор начиная с двадцатого двести двадцать вторую я бы даже выделил как ядро недели тут получается у нас среда четверки пятница в большей степени крупные объемы сосредоточены благодаря пятнице но по динамике по активности пятница самая такая нейтральная соответственно лучше брать уровни которые провоцировали конечно же сбаланс и тут как бы вторник стреляет четверок фаворит ну понедельник тоже был неплохо так не похоже по модели реверсивность но тут как раз по второй половине видно что они формировали особенно с пятнадцати часов да вот этот участок тут дельта в основном на покупку и дальше она продолжается до ну вот до четверга десяти до утра четверга вот в основном фигурировала дельта на бай газпром так газпром у нас тоже в последнее время неплохо рос сейчас мы с ним более детально разберемся по уровням так те кто недавно с нами на Wall Street Online участники все обзоры которые проводятся по пятницам они записываются и видеозапись можно спокойно смотреть на youtube канале платформы компании Wallfix либо же школы в московской бирже там за выходные будут размещаться уже в принципе этот видеозапись и на сайтах можно смотреть в повторе либо же если вы не смогли посетить так по газпрому у нас рекордный был оборот 7 8 копейками миллионов и на этой неделе тоже в принципе было неплохо если брать в среднем по осени там шло около 2,5,3 за сессию было за счастье а тут как бы 4,7 под 5 миллионов в течение недели доходили до 4,2 причем 2 сессии 16 и 14 числа вот они у нас ключевые будут остальные мы сейчас рассмотрим и выделим по ликвидности стоит отметить высокую активность 132 локация тут крупные участники бесспорно суммарно суммарно миллион 324 тысячи и второй уровень ключевой это да что ж такое миллион да миллион 77 тысяч тоже мы фиксируем как высокая активность третий по рейтингу в этой локации идет уже уровень скорее всего это будет ровно 31 31 с половиной тут у нас ну почти миллион то есть почти миллион 131 с половиной вот эти три цены ключевые и на самом максимуме почти 700 даже 764 тысячи 34 которые как раз фиксируем мы ее как сопротивление там этот уровень 4 дня фигурировал и пока его не пробили поэтому мы убьем точно в качестве сопротивления миллион у нас идет на 28 тут бесспорно можно поставить меточку в качестве поддержки сейчас мы детально это все рассмотрим еще на кластере значит из 5 дней начиная с 13 числа буквально вот два дня были у основной дельты здесь коррекционный момент был в основном на этом участке а вот покупки были 13-14 полмиллиона дельта и 225 тонн только сегодня разместили это перевес то есть объем в принципе тут сегодня миллион восемьсот в дельта проценте это примерно двенадцать с половиной процентов это не мало на самом деле вот тут видите везде по двенадцать с половиной процентов целенаправленно идет загрузка его тут с пятнадцать было уже с пятнадцати процентов в рынок уходит девятнадцать процентов вот здесь у нас шли по десять процентов перевес сессии поэтому из пяти дней три дня с двенадцати процентов и выше это ну в общем пока еще есть шансы что газпром не остановился и может еще потенциально показать движение мы уже поставили алерт на сто тридцать восемь с половиной будем следить по WP тут пока идет уровень сейчас мы его зафиксируем пропал вот он да как раз в этом уровне и пляшет WP то есть цена текущая газпром нужно выйти точно за сто тридцать первую тогда будет увереннее больше Bayer я думаю что перед пробитием просто откорректировали сбросили лишних тем более там сбербанк немножко маневрировал в четверг в общем если будет удерживать выше сто тридцатые сто тридцать сто тридцать первой то есть еще шансы на движение сто сороковой и возможно даже сто тридцать восьмой давайте посмотрим что там было на дельте поближе так вот так выглядит газпром в разрезе беда с ликвидностью с стационарным стандартным шагом цены поэтому нужно немножко сжать график потому что это будет неудобно анализировать большие волатильные бары а это уже куда куда лучше итак обратите внимание на десятое число и 14 тут бесспорно стоит зафиксировать с 32 с половиной в качестве активности на шорт это у нас получается 12 число 13 и по уровень с 33 и 2 вот этот диапазончик обязательно зафиксируйте тут проявляют активность селеры когда газпром уйдет выше данного диапазона будет намного легче расширять коридор ну то есть со стороны сопровождения это уже будет хороший признак и останется уже дождаться только в 134 с половиной пробить поддержку как видите дотащили даже вот этот маневр который был четверг 128 по 128.75 ее пока удержали поэтому она заслужена в принципе остается на сетке в качестве поддержки седьмое число у нас уровень этого дня так и удерживают это хорошо в принципе сейчас мы зафиксируем и у нас вот этот диапазончик 128 128.7 протестили четко вот как раз начали набирать по самому минимуму покупочки там защитились в общем очень три дня прям вот на тех на той неделе уделяли внимание 131.5 и по локальному массиву который у нас у 132 отметки по 134 в общем самые востребованные цены были 132 как ни странно 132.5 и 132.8 миллион 170 тысяч как вы видите миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи 126 тут как бы достаточно большой период времени учитывается так что по сравнению с ценами на 131 126 ну не особо прям такой ну это не показать то есть вот здесь миллион шестьсот у нас по лепидности здесь задействовано суммарно за три недели тут буквально за полторы за две максимум то есть особенно вот уровень по макушке там 133.2 буквально за три дня там набрали такой объемчик вот видите здесь три дня 133.2 сейчас посмотрим по ликвидности да вот здесь получается 700 тонн почти тут минус 170 вот 132.8 куда сильнее уровень так как тут меньше времени потратили на размещение такого объема соответственно сопротивление очень важно если вы будете или стоите в покупке с этих уровней либо же планируете докупиться там на следующей неделе ну не забывайте что в среду и петролиум и фомка и елен и это все еще плюс перед этим четвергом рынки будут закрыты а в пятницу короткий день в общем пол недели вообще можно торговать понедельник вторник среда по сути среда может быть волатильной и на акциях тоже это может отобразиться но только на индексах и собственно потом четверо-пятница такое 2 миллиона которые бросили 7 числа это дельта всего было там ликвидности 8 миллионов 200 из них 2 только дельты то есть дельта процентный перевес тут для такого объема 23 процента это очень круто то есть для 8 миллионов 23 процента перевес это невероятно много но тут по 12 процентов аккуратненько так и идут в общем неплохо поэтому ключевая седьмого числа сессия сформировалась судя по всему они сбрасывали лишних и если будет понедельник вторник динамично возвращаться в 132 и не будет проблем в 133 там где сопротивление потенциально можем пошагнуть к 136 сейчас секундочку тут видимо так 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 трансляция видимо что то нарушилась с чем то связано неизвестно сейчас мы узнаем очень в общем неизвестно как nost так сказать просто посмотрел что на секундочку здесь почему-то сервер который помогает трансляцию проводить он отключился почему-то в мой вебинар этот сервак и сейчас я пытаюсь это все снова запустить так теперь у нас валютный рынок рубль ну запускайся итак я продолжу пока будет перезапускаться мой вебинар модуль мы продолжим рубль рассматривать итак рубль подгрузка данных 59 отметка сейчас и как вы видите уже на дневном таймфрейме здесь идет третий день такой динамичный увесистый и пробили даже WP в районе 59,5 за 60 ушли это в принципе неплохо пока вот движение идет вниз объемы снизились это нормально то есть соответственно посмотрим как будут на 60 отметке себя вести по открытому интересу у нас судя по всему не особо придали значение этому движению но по крайней мере сегодня немножко позиции сбросили относительно ну вот пиковое значение было 2.9 почти 3 миллиона открытых зависло сейчас мы выйдем в эфир выходим сейчас ребята как меня слышно отключился сервер трансляции в мой вебинар если меня слышно и собственно уже запускаемся снова вроде бы он восстановился как слышно ребят как слышно так 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 то есть кто есть чате подсказывайте владимир знаем спасибо так сейчас трансляция запустится да не видно потому что вот именно этот модуль почему-то вот сегодня нам не рад так слышно это хорошо спасибо большое сейчас мы запускаем трансляцию замечательно что хотя бы это можно восстановить так по идее должен быть рубль у вас перед есть да значит супер супер странным образом вот открывается сразу два этих модуля не знаю почему так я второй закрыл надеюсь это не будет создавать сбой все продолжим если вы не против так в общем про рубль я немножко говорил пока перезапускался вебинар точка ру в общем в двух словах есть сессия почти 3 миллиона 14 числа соответственно по дельте у нас идет три дня шорт и дельта усиливается со стороны сервера давайте отметим вот эти участки по открытому интересу там не особо огромный ажиотаж в этом плане не сильно встретили эти шорт и со стороны селлеров вот непосредственно идут в основном фиксации 3 дня этих я сам покажу вернее не три дня вот два дня были по почти по 3 миллиона по открытому интересу и зафиксили сегодня в общем сбросили скорее всего шорты сбросили и посмотрим по дельте нет ни шорты сбросили 98 тонн дельта со стороны селлеров перевес идет три дня идет набор дельты два дня был по 3 миллиона тут понятное дело мы берем 60 170 по 60 280 в качестве сопротивления тут самая плотная часть как раз мил коридора четверга общая дельта всего с 60 тонн из них из 60 тонн в общей дельты вот по 30 по 45 по ценам про проходит оборотик ну такой прям злостный перевес у нас пришелся сейчас скажу на цене ценники на ценники сейчас сделаем тут вот так аккуратненько даже так без особых капризов пусть и прям сильных дисбалансов даже не ничего вот 32 тонны 23 поровну 44 34 тут на десятку разница примерно 30 22 тонны 45 37 эти то есть достаточно близкая по встречной ликвидности таких прям сильных перекосов не видно то есть равномерно такое ощущение что системно даже сегодня у нас были в основном активные вот 59 850 по даже можно смело брать 59 950 42 тонны против 36 и в общем возьмите на заметочку это как раз и отмечаем так вот есть значит берем мы сейчас под посмотрим там будет все более-менее понятно если на споте подтверждение будет хорошее сиди с половиной 59 600 тоже берем вот плотненько проработали коридор очка ребята со стороны серверов тикер у нас получается вернее ценник 59 385 то есть ниже данного диапазона поэтому вполне могут повторно его защищать в понедельник если целеры еще не выдохлись так по объему опять же снижение объема идет буквально три миллиона мало 14 числа и уже оборот на миллион меньше 17 числа соответственно из трех миллионов в минус один миллион в пятницу пришлось видабл и пи тоже мы прошли это неплохой знак на агрессивность селеров то есть среднеизвешенная цена у нас выше и это говорит о том что у селеров получилось пока отыграть часть позиции так у нас по контракту декабрьскому отметим самый такой активный коридор это 58 57 и можно вот ставить до 58 800 тут такой плотный участок соль не тот цвет вот этим цветом я ядро выделяю в основном тоже немаловажный коридор стоит отметить 58 и 100 то есть тоже как ядро они в принципе там недалеко от друг друга ушли поэтому коридорчик в принципе можно даже объединить но все равно есть зазор небольшой значит 58 100 58 400 это массивность как раз вот формация на разворот и 58 57 58 81 это непосредственно больше уровень сформирован суммарного значения вот я бы даже больше приоритет отдал 58 по 58 400 тут как бы целенаправленно массив один в чистом виде на покупку формировался тут что только не было видите суммарно тут туда обратно в общем такие достаточно разноплановые массивы были здесь вот основная часть пришлась тут тут тоже пробовали на под поддержку работ поэтому тут более чистый уровень значит значит локально у нас формируется потенциально возможный уровень где могут перенести ядро контракта то есть на этот локейшен мы ушли под под данный коридор и это сейчас скажу точно 59 550 тоже значимый по объемчиков уровень значит 59 700 вот непосредственно сформирован поддержка и мы его отдали тут пока вот точечные вот эти уровни саппорта еще есть но в общем вот такие вот локейшены давайте посмотрим сейчас и вот так выглядит рубль на пятнашке на таймфрейме 15 минут утром сегодня 28 тонн только перевес сразу бросили и 17 45 32 тонны дисбаланс уже в довесок мы видим на вот такие три основных события внутри дня похоже динамика была в четверг тоже утром бросили потом пару раз добросили вечером и идентичная но реверсивная ну не идентичная но достаточно похоже то есть буквально за 15 минут делается основное движение импульса потом они снова успокаиваются вот начали они в таком ключе работать с 14 числа а вернее сори 15 по дням кумулятивная дельта как видите уже перестроилась с 15 числа как раз покупки заканчиваются и начинается продажа все все как и должно быть и за неделю давайте мы сейчас уберем уровень контракта и поставим недру недели по 59 80 10 это основной диапазон по 59 96 потом идет сопротивление в основном это среда и часть вторника 60 с половиной по 60 570 вот формация потом уже четверг отработал этот уровень по классике как бы вышли достаточно неплохо этот диапазон нейтральный ну можно брать его как-то значимость номер то есть сопротивление здесь буквально вот за этот массив сформировали то есть его ликвидность по большей степени сейчас сверим точно если так выбирать ну да видите здесь вот такой оборот был под 26 тонн а здесь непосредственно формировали вторник то есть он сформирован вторником а здесь как видите были особо не продавцы то есть разноплановые по вектору массивы они как бы берем конечно по последнему по последней активности но ликвидность у него не не столь значима но отметим на всякий случай в общем так берем тогда четверг ставим вот таким образом и в общем второплановый но пускай будет уровень берем тютелька в тютельку где взяли там неделю и закрыли реверсивная неделя можете даже ее себе сохранить в архив моделей расторговки недели давайте посмотрим что там на споте есть ли такие же информации и есть ли же такая активность у нас на спот рынке 27-го 6 миллионов был в обороте с октября почти догнали их уже 3 ноября и 14 числа было 4 2 почти 4 3 обороте с и сейчас вот снижение было до почти 3 миллионов оборот на этой неделе то есть ну 14 числа немножко упал обороте с но не критично по дельте у нас получается даже был селлер 84 тонны сегодня это в принципе для возможной динамики на юг для рубля в принципе неплохой знак неплохой признак вот массив который они могли пока удержать они уже потихонечку прошли и вот значимый уровень на 60 отметки 3 миллиона 3 миллиона здесь буквально за два дня сделали вот видите тут сессия среды и пятница зафиксирована я думаю там за среду это все сделали возможно даже за да вот видите четверг тоже нейтральная такая дельта и четверг и пятница 84 тонны неплохо то есть они в принципе подтверждают возможную агрессию ну вернее тенденцию на снижение на следующей неделе возможную то есть надо пробить обязательно ключевые уровни которые мы отметили и давайте их зафиксируем в общем 59 и 8 60 15 значимые уровни по текущей неделе на спот почти пробили ближайший уровень поддержки который в районе 59 59 35 тут осталось буквально в понедельник сигануть дальше за 53 восьмерки такой достаточно биржевой уровень 3 восьмерки это на S&P больше не любят такие уровни когда в ценнике есть 3 восьмерки либо 3 шестерки особенно вообще исторический уровень 3 шестерки по S&P ну и потом уже базовая плановая формация идет по 57 85 по 57 45 тут конечно бесспорно ключевой уровень но если уже сюда допаем уже будет в принципе легче 3 дня такого беспощадного снижения возможно коррекция до 60 уровня если будут защищать потенциально будете примерно знать что есть кому защищать уровень соответственно это VWP вернем тут VWP сейчас тоже прошли то есть в среднеизвешенном сиганули чуть ниже неплохо потенциально если динамика сохранится то там 59 25 по крайней мере там до конца среды могут сделать это если байеры не переживают вернее селлеры не снизит обороты вот обратите внимание что средняя ликвидность оборота были здесь и вот сейчас две или три недельки идет в разы выше средняя ликвидность то есть тут если брать средний уровень там с июля и вот с конца 2,5 октября как раз обороты выросли очень и удерживаются пока так активно евро сейчас мы быстро евро рассмотрим значит по еврику дневка дневка сейчас погружается еще 2,6 тонны на покупку после причем обратите внимание я на такие вещи очень обращаю внимание идет ударная такая сессия и дельта этой сессии в основном фигурирует на шорт потом еще шорт идет 15 числа то есть по сути как бы ждать можно было уже возврат сюда но здесь кто-то перекрыл селлеров по ликвидности еще 2,6 тонны сверху кинул на сохранение ну как бы удержать цену на 18 и 17 отметки то есть потенциально если понедельник будет бояться данного уровня могут и на 19 стигануть поэтому ну обратите внимание на данный уровень давайте посмотрим где же там эти красавцы отключились сейчас я немножко по фильтрам настрою потому что тут вот темно-зеленом черными шрифтами ничего не видно вот значит тут по ровну по ровну 4,4,3 значит 18,05 вот здесь 6,7 вернее 6,3 против 5,7 потом 5,2 против 4,4 900 2,200 против 2,800 ну по мелочи на самом деле набежало просто жаль не такой уж агрессивный уровень как я думал набежало по сути по мелочи но весь вот этот ударный маневр пришелся на вот этот участок то есть в районе 1,18 где стоит пятница вот просто сопротивление вот 11 тонн против 10 это 18,55 возьмите там поровну 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 так поддержка 4,5 3,2 4,5 4,3 7 против 2,5 но тут смело можно брать этот коридор на заметку с 17,15 против 17 до 17,30 тут за 14 число как раз вот ударная сессия и вот этот уровень 118 вернее 18 за прошлый день значит WP в разы ниже 18 поэтому коррекционный момент до WP там дальше уже желательно чтобы не ушли ниже вот этой поддержки и от свежих уровней уже будет плясать возможно даже и пробьет 19 посмотрим в общем если понедельник прям как-то очень дико не будет идти ниже 18 потенциально могут либо до среды там понедельник вторник флэд устроить и потом под кредитно-денежную политику в среду все это дело разнести потенциально очень вероятно поэтому скальперам очень выгодно будет именно в среду поработать кто непосредственно работает на волатильных движениях это как раз ваш день будет в среду то есть там куда не посмотри везде отчеты и волатильность ожидаемая массивность локального участка минимум контракта 16.35 16.70 ну тот факт что после маневра так и удерживают два дня на максимуме недели в котировочку есть еще шансы возможно будет сброс топорей потом на рост маневр потенциально могут если же будет агрессивный возврат до 16 отметки то они пробьют этот уровень и дальше уже точно покупки лучше не подыскивать так сопротивление которое внутри контракта образовали 12.25 еще на самом начале так они собственно не прошли потом уже второй уровень сопротивления как раз на этой неделе усмирили рост который начался у нас в начале ноября в общем 7 числа начали потихонечку формировать первый массив который вот дали площадочку для возможных покупок они как раз вернулись на этот же диапазон и пока отстаиваются тут посмотрим скорее всего попробуют сигануть выше 19 но для этого нужно определенные условия значит по ликвидности тут идет снижение оборотиков 14 был пик и в общем до стандартного они упали до 140 даже чуть ниже то есть соответственно ждем приток ликвидности и смотрим чтобы они ушли ниже 18 тогда еще может быть повышение роста в противном случае как маневр на снятие стопорей на 188 как сценарий сбросит стопики до 19 и потом сигануть вниз это вот если рассматривать цена на наш фунт так фунт у нас получается где там начало графика мы уберем лишние рисовалочки всякие и страшный рынок это флэтовый прям безумно страшный значит сначала сентября вернее со второй половины сентября вот как они ушли такой в начале октября вообще просто боковик стоит до сих пор сентября 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 сценарий фактически идентичные просто тут немножко удержались в коридоре за счет того что сессия была достаточно латильной а здесь немножко они все таки ушли ниже и опять же восстанавливается динамика на рост видите идентичная схема то есть это одни и те же ребята скорее всего то же самое здесь видите соответственно вот по фунту пожалуйста 3-3-3 модели которые ну прям тут везде крупные объемы они фигурируют в каждой сценарии то есть маневр целый день низ потом отстойник и потом идут примерно 1-2-3-4-5 1-2-3-4 сессии и тут 1-2-3 3 ну по крайней мере они даже пришли в конце недели потом немножко растут обороты вот видите вся неделя была на белых барах вот отображением серые белые бары для тех кто недавно с нами сейчас на всякий случай перепроверю да да все правильно значит берется среднестатистическая ликвидность за вот этот период баров то есть у нас дневка 22 дня и рассчитывается ну сравнивается с текущим баром то есть 22 дня назад рассчитывается с этого бара да с этого дня берется расчет средней средней ликвидности за день если текущий день ликвидность выше чем среднее значение тогда когда он идет с подсветкой фильтра в данном случае белого цвета если ниже то серого то есть вот у нас каждый день идет больше чем средняя ликвидность за последний месяц то есть 22 дня примерно это месяц рабочий то есть возьмите на заметку то используйте как фильтр то есть если допустим идет череда серых баров то динамика к примеру на этом участке уже будет заканчиваться то есть видите вот здесь к примеру шел рост и он шел на серых барах вот здесь сразу же успокоились три дня и успокоились при такой подпитке рост долго не продолжится ну вот здесь как раз подпитка есть поэтому значит посмотрим дельту если там ну по-моему две с половиной было тринадцатого числа и потом они немножко утихомировались даже двести пятьдесят шесть не то а просто контрактов сегодня вот давайте посмотрим что там по этому интересу ну я вам скажу что при такой разница в дельте открытый интерес по сути там без особого глобального изменения то есть там чуть-чуть зафиксировали они перед выходными даже четверг был сто шестьдесят восемь тысяч в пятницу даже чуть-чуть приоткрыли позиции вот мы видим разница небольшая но есть и соответственно дельта в пятницу у нас на покупку ну давайте посмотрим на пятнадцатиминутом таймфрейме вот видите вот видите какая ликвидность вот ровная ликвидность вернее не ровная а с каждым днем чуть-чуть больше вот буквально пятница немножко сфилонила вот 251 тут две с половиной было то есть ключевой уровень поддержки можно брать в районе как раз вот этой сессии 309 313 вот как саппорт берите по фунту потихонечку они там расширяют и по сопротивлению тут прям вот здесь как видите агрессивненько тут встретили ребят агрессивно вот весь этот коридор 32.85 по 33.25 вот здесь как бы проблемный может быть уровень ну потенциально если будет сильно ну если будет в таком же ключе при плиток ликвидности и ну с таким режимом есть шансы пробить этот уровень если же при подходе 33.25 будет объем наоборот падать то в общем никакой героической атаки на 33 может и не быть тяжело идут видите достаточно так тяжело расширять коридор поэтому возьмите это на заметку так CL так и так и так и так и так и и так и так 15 сейчас мы дневку включим обратите внимание на CL у нас идет вот 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 огромнейшая 453 тонны оборот январь контракт сейчас уже ушли они выше да все декабрьский уже умер во все оружие идет сейчас январь и февраль он должен тоже быть неплохим полборочком да нет слабенький январь в самом в самом в расцвете сил скажем назовем это так 55,25 65 на новом контракте ключевой уровень размещения тут 55,25 если точно по 6 60 центов массивность основная вот они за эту неделю ее сформировали за три дня и вот пятница ушла 17 числа вчера была 320 тонн оборот и по дельте сейчас проверим да открывает позиции в общем тут все кроме пятницы фиксация в пятницу вот такая незначительная по дельте еще сравним итак была дельта в начале недели у нас почти десятка на шорт потом байеры немножко их остановили дельта нулевая это в принципе нормальное явление в следующей сессии они отыгрывают позицию на две тысячи контрактов и нормально приложились в одиннадцать с половиной тонн уже перевес с байерами дельта дельта процент сейчас посмотрим 2,6% перевес но все равно быстро развернули за две сессии фактически по сопротивлению еще стоит отметить сейчас две сессии было 2,7 тонны вот здесь у нас идет локация того контракта по сути 57 по 57,5 возьмем на следующей неделе в среду петролиум плюс процентной ставки еще могут добавить масло в огонь ой не процентной ставки фомка которая вечером там минутка то есть не такой уж прям армагедор может быть но тем кто раскачивает волатильность разным автоматом скальпером автоматическим то есть высокочастотным алгоритмом дать только повод поэтому раскачать могут на пустом месте лишь бы потом можно было сказать что вот новость вышла как обычно в контрактах брокер не несет ответственности за точность исполнения приказов 47 45 50 тонн вот у нас 57 тонн 56,2 ну видите перевес такой прям какой-то армагедон вот на 56,6 на 2 тонны здесь тоже почти на 2 на 56,7 на максимуме то есть на штуку и если я правильно увидел да вот 55,8 просто вообще не было селлеров то есть 55,85 без какого-либо противовеса прошли этот коридор сегодня без какой-либо вообще активности на шорт соответственно возьмем на заметку коридорчик как видите 900 против 300 ну три раза перевес вот здесь интересно 56 против штуки то есть фактически там 56 контрактов что есть какие-то зеваки зашли ну причина интересна так опять же подчеркну что пятница у нас почти 12 уже набежала на покупку из них вот точечный выброс идут 56 и 56,5 56,6 но достойного внимания вот я выделил 55,8 55,9 и вот этот коридор так даже 55,75 можно захватить попросту не было никакого сопротивления то есть они прошли его даже на таком объеме как 500 контрактов перевес то есть сопротивления особо у солеров там вернее у байеров сопротивления не было то есть очевидная закупка по сути и обращаю внимание очень обращаю внимание на вот такие плотные участки победителей то есть вы видите да зеленые и красные отметки то есть это кто победил на этом уровне вот здесь идет победа у байеров с 56,15 и вот по максимуму дня тем более закрывается неделя на максимуме потенциально если вот этот коридор будет удерживать понедельник может продолжиться динамика почему бы и нет правильно золото опять же этот комбинируя с индексом РТС если вы торгуете то как раз поддержка на нефти соответственно в этом же ключе нужно ориентироваться и по движению индексы РТС если удержат то индекс РТС потенциально может восстановить восходящую динамику так значит это у вас знаете что неудобно в этом вебинар.ру движке трансляции не не видно что транслируется то есть это очень как бы отвлекает ну значит когда я допустим там адоб трансляция либо же google hangout видно что транслируется экран то есть я вижу что идет трансляция и спокойнее так немного так получается непонятно идет трансляция либо не идет очень так немножко на ну отвлекает то есть хочется чтобы это все было ну хотя бы это маленькое окошко которое бы отображало что идет такой-то экран и такое-то изображение в трансляции то есть можно заметить что там висит трансляция к примеру а здесь ну непонятно висит трансляция не висит чего там происходит так 12.72 12.84 по золоту тут прям просто плита и как раз перед happy new year начинается потихонечку раскачка на север 13.02 там тестирует и сейчас уберу толки слой лимит здесь с марта 2017 года вот видите по технике все как все как должно быть рост сопровождается при током ликвидиси вот он сопровождался то есть это не миф любое движение на любой тренд должен подпитываться топливом если обороты падают то и у тренда будет в общем-то мало поводов для дальнейшего расширения то есть не важно это на шорт тренд либо же на тренд на бай вот здесь видите каждая неделя средняя ликвидность выше была то есть упал оборот вот полнедели было так тихо и соответственно неделя в оплате стоит тут немножко подняли оборотик средний и вот а здесь прям рухнул оборот тоже висят и так по открытому интересу смотрим понятно декабрьский подходит к своему финишу на февральском тут у нас самый 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 интересный период когда первое размещение идут смотрим по объемам сегодня топ 10 тонн вчера была 7 вернее следую 7.9 десяточка сейчас сравним с декабрьским да еще декабрь есть но скоро уже будет закрытие забыл просто уже какая там экспирация точно у золота вот это смещение декабрьского контракта такой достаточно нестандартный период идет топ у нас получается 400 тонн 15 и прошли в отметку 12.90 которую они вот пару дней тому назад побоялись пройти посмотрим подальше что там ух ты в кое веке по золоту с 12 числа без остановки идут в основном байеры сегодня 63 тонны на покупку как видите вот похожий период был в октябре и как раз 9 штук на самом пике вот этого тенденции соответственно потенциально может такая же быть картина и на следующей неделе то есть вторник и среда еще понедельник вторник инертно протащат наверх может быть даже понедельник еще инертно протянет выше 13.05 и может потом корректироваться вторник среду обратно как вот здесь если дельта появится снова на шорт вот видите тут как бы дельта на самом пике приходится 13 тонна здесь у нас уже 6 ну еще может понедельник там 12 если сделает то есть по сути когда уже прям тяжело сопротивление идет ну усиливается сопротивление соответственно дельта и ликвидность там должна быть на при да ну вот четверг-пятница так немножко особенно пятница неожиданно слабенький объем значит на пятнашки давайте посмотрим что там да вот эти обороты идут на динамике в основном вот так по золоту тут смело можно брать 12 71 с половиной по 73 с половиной тут само собой в качестве поддержки ядро недели у нас получается 77 по 79 с половиной то есть ориентирный коридор экватор экватор недели и вот тут ну массив здесь массив еще четверга и пятницы по сути сформировали вторую площадку сопротивление пробили которое было в среду и сейчас торгуется золотишко на максимум недели и стоит отметить такие промежуточные уровни давайте посмотрим сейчас обратите внимание как прямо вот рубинами разными дельта без остановки вот 9.15 как начали жестко атаковать байеры так и вот недавно закончили возможно они выключили свои сделки закрылись так как полцит онлайн начинается и Михаил Лемак сейчас расскажет где они зашли зашли они вот здесь вот 87 12.90 вот и шарты вот пошли уже на пике ну в принципе тут сейчас посмотрим да 1900 против штуки штука 600 1200 ну тут прям не все потеряно 2.5 3.8 против 400 да видите здесь прям даже байера вообще никакого сопротивления у соляров не было то есть байеры шли без 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 продавца прошли без особого крепость сдали без боя фактически вот на 12.92 поэтому 87.5 и 90 этот коридор если будет крайне как агрессивно удерживают в понедельник потенциально как подтверждение поддержки очень неплохой вариант и так пятница так неплохо сигналово наверх ну могут и нораички уже сбрасывать это скорее всего они есть но если посмотреть по дельте в общей дельте за день динамика фактически вот сессия закрывается за байерами тоже итоги за байерами тут тоже у байеров итог и все пять дней по сути как бы выходят как бы там сильно не маневрировали вниз выходят на байеров ну и сегодня как бы пиковая такая шесть и три тонны была дельта вчера тоже под вечер под четыре тонны ну в общем потенциально может семьдесят семь восемьдесят два как поддержка сработать поработать в ближайшую недельку-две самое главное чтобы его удерживали стандарт стандарт энд пурс он же E-Mini S&P 500 и дельта 55 тонн вчера была сейчас вот по объему обратите внимание где они торгуются в общем это только декабрьский контракт вы видите максимально беспощадный рост периодически не забывают напоминать что это не вечно вот и причем вот это не вечно начало ну начали чаще устраивать отсечки вот эти также тренд немножко тяжелее идет как видите уже плита такая на максимуме формируется после шестьдесят восьмой отметки сейчас возьмем тяжелее идут вот здесь как бы я даже немножко расстроился мол начали раньше шортиться ну перед черной пятницей это как как дети в школу в общем на рост маневра на СНП ну не только на СНП но в любой стране где такие праздники воспринимаются воспринимаются очень позитивно особенно распродажами в торговых центрах там как бы сразу же идет впрыск кэша в экономику и это вот два дня смотрите видите как динамично ушли пятница чуть-чуть корректируется пока соответственно вот пока на этих уровнях еще стоит если понедельник особо там не дернется ниже пятницы потенциально могут все-таки подтвердить свою динамику на рост перед черной пятницей обороты увеличились и сегодня чуть-чуть слабенько так ну в принципе перед уикендом оно и понятно сам реверсивный день ну вот в среду как раз они все по технике самый ликвидный день самый как бы ключевой реверсивный на неделе как это все выглядело и уровни на следующей неделе значит вот какая была у нас активность агрессоров на покупку вот видите как вроде берег и море да прям вот тютелька в тютельку меняется дельта смотрим очень агрессивные выбросы были с 8 45 вот там сразу же сбросили стопореев начинали они уже в принципе торятся еще на евросессии вот голова и плечи как раз вот в техническом анализе формируется именно таким образом ядро недели у нас взят уровень 80 по 83 ключевой второй тоже немаловажный уровень можно сказать второе ядро это уровень который сформировали непосредственно четверг среда и вторник понедельник тут были ну вот среды только не было ну и пятница все-таки не вернулась в общем три дня из пяти это непосредственно 73 77 вот и ядро и по последней активности в качестве поддержки не не помешает выделить значит 73 77 по ликвидности и сама процессия реверсивности 100 тонн только за среду набросали по 25 63 а так видите плотно весь коридор по 68 то есть весь этот пакет вот он идет за среду сформировали и все четверг уже ушел причем так так уходили что четверг не корректировался к среде ушли сразу на север без каких-либо разговоров ставим поддержку 68 и следим за ее защитой то есть если будет коррекция будет даже в принципе интересно посмотреть на вход ну и здесь как бы само собой такая вот сброс стопорей на самом минимуме недели по открытому интересу могут фиксировать это вполне предсказуемо перед уикендом но как видите такого не ожидалось даже чуть открыли вот было у нас там 3.1 оборот вот к этому интересу и до 3.2 даже вырос то есть в пятницу дельта была топовая вчера и сегодня 5.6 66 тонн таких сессий было буквально 3.4 в этом контракте одна вторая третья четвертая пятая пятая чуть чуть как две пять всего сессий таких было с такой сильной дельтой по ликвидности самая топовая у нас пришлась у нас 2.090 2.156 9 ноября и 1.800 только сегодня третья сессия по рейтингу как раз была вот на этой локации в общем то если отметить непосредственно торговые сессии эти самые ликвидные то ну здесь видите они единичные то есть вот идет неделя такие как бы сильно выделяются а здесь три подряд плотные по ликвидности то есть вот этот если на следующей неделе не продавят 2560 потенциально попытаются я думаю еще выше пойти на сегодня все спасибо что были все это время выдержали все сбои трансляции в общем до следующей пятницы вам попутного тренда хороших выходных и осторожнее в четверг и пятницу сделайте выходные отдохните все равно там будет нечего делать обычно такие дни на рынке флэт либо же какой-то без направленный рынок с вами был Михаил Лемок компания волфикс и школа московской биржи спасибо за предоставленную площадку все буду с вами прощаться чуть позже будет там может завтра утром либо может сегодня даже запись на youtube канале всего на лучшего до свидания пока